Всем привет! Мы уже с вами разговаривали о том, как найти работу в Америке. И если в двух словах, так это нужно везде подавать свои резюме, нужно быть готовым к интервью в любой момент, нужно ходить, куда видят глаза, и подавать свое резюме везде, 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 и потом ждать, когда тебе перезвонят. Так вот, сегодня мы поговорим о том, как устроиться на эту самую работу. Представим, что вы уже нашли вакансии, вы уже нашли варианты, где бы вы хотели работать и где нужны работники. И теперь встает вопрос, как же туда устроиться работать. И с этой проблемой я столкнулся совсем недавно, и как бы более или менее ее попытался разрешить. И вот как это у меня получилось. В некоторых объявлениях вы можете встретить, что работодатель запрашивает от вас три вещи. Фотография, резюме и письмо. Как писать резюме, вы можете спокойно погуглить, посмотреть. Ну и пару моментов я все-таки расскажу. Что нужно писать в резюме? Это нужно писать ваш опыт. В Америке все, что меньше года, это не опыт. Все, что меньше двух лет, это как бы опыт. То есть, если вы подаете на работу официанта, и вы ставите, что у вас есть опыт шесть месяцев, на вас даже и не станут смотреть. Но, если вы поставите, что у вас есть опыт два года или три года в России, они этим заинтересуются. Суть в чем? Это было в России, и они этого проверить не могут. Я, конечно, не поддерживаю ложь и прочие бла-бла-бла-бла-бла. Но, когда касается работы, если есть такая возможность соврать, то лучше ей воспользоваться и написать в резюме что-то большее, чем на самом деле. У меня был опыт две недели работы официантом. Я поставил два года. Очень близко, правда? Но, во всяком случае, я имел представление о том, что это за работа, как это все происходит, и я чувствовал себя уверенным в этом плане. Поэтому я поставил два года, потому что я знал, что меньше смысла нет. Ну, и мне это как бы помогло. В любом случае, они проверить не могут, и если вы рукожопой, то и два года опыта, и три года опыта вам не помогут в любом случае. А если руки растут из правильного места, то и две недели. Это второй документ из тех, что нам нужно отправить. Есть третий документ, это письмо. Оно бывает не всегда, но иногда все-таки встречается. Письмо работодатель просит о том, что вы знаете про их работу. Он может прочитать и увидеть, что вы не просто так рассылаете резюме, куда попало, во все возможные места, а что вы именно заинтересованы вот в этом конкретном месте, что вы серьезно к этому относитесь. Ну, и тогда, понятное дело, у него будет большее желание пригласить вас на интервью. Вот этот момент, как только вас пригласили на интервью, вот здесь уже все случается. Но туда нужно попасть. Первый совет. Не увольняйтесь с того места. Да, я, конечно же, молодец. Первый совет. Не увольняйтесь с того места, где вы работаете. Найдите сначала другое место. Устройтесь туда. Начните работать и потом уже увольняйтесь. В Америке обычно две недели нужно дать notification, уведомление о том, что вы собираетесь увольняться скоро, за две недели. Все нормально. Это очень важно. Пожалуйста, не увольняйтесь с работы. Пусть она будет ужасная, пусть будет тяжело, но будет хоть какая-то работа. Вы дорабатываете свои последние деньки, зная, что вам уже на все наплевать, уже скорее, скорее, скорее. Но устройтесь, пожалуйста, в первую очередь. Почему? Я расскажу чуть позже. Ну, а сейчас я хочу рассказать вам о тех работах, на которые меня не взяли. Меня не взяли продавцом в марихуанный магазин. То есть наркоту толкать меня не взяли. Мама, это не наркота. Это нормально. Меня не взяли на работу на кошечке. Короче, есть такая работа, называется посиделка с кошечкой. Это когда... Ну, это когда ты вот нянчишься с ребенком дома, да, когда родители работают. Точно такое же, только когда надо нянчиться с кошкой. Или с кошками, или с животными, с собаками. В общем, я отправлял резюме, и мне не ответили. Увы и ах. Также мне не ответили с доставки на велосипеде. Это очень глупо с их стороны. Я катаюсь на велосипеде каждый день по очень много километров, и я уже привык к этому. Поэтому мне работать на доставке велосипедной было бы классно. Считай, я все время на улице, и в основном район был бы на пляже. Так, и поэтому бы я катался на пляже. Я бы просто катался, я бы был бы на улице, я был бы загорелый, красивый. Но мне тоже не ответили. Просто-напросто даже не пригласили на это первое интервью. А, меня не взяли работать спасателем. Это очень странно, потому что я попал-таки на первое интервью. У меня есть опыт работы спасателем, у меня есть сертификаты, у меня... Я вообще, в принципе, классный человек. И сама работа, во-первых, легкая. Ну, работа с спасателем не легкая, но там, где я должен был бы работать, она была бы очень такая спокойная, это было бы в отеле. Но они, на самом деле, могут еще позвонить, потому что сезон начнется только вот в июне. Меня не взяли на работу официантом в пиццерию. Это так глупо. Когда у меня опыт менеджерства, работы в пицце, работы официантом, я весь классный. Я пришел на первое интервью, оно прошло прекрасно. И она такая, вау, ты такой клевый, вау, но тебе надо встретиться с менеджером. Я такой, окей. Я попал на второе интервью. Менеджер мне сразу сходу говорит, мне ничего не надо про твое рабочее прошлое, расскажи мне, кто ты и что ты. Мы поговорили о том, кто я, как я. Она сказала, блин, у меня такое хорошее чувство, что ты здесь будешь работать, жди звонка через день. Звонка не было. Уже прошло три недели, звонка нет. И тут, что нужно делать в такой ситуации? Когда вы уверены, что вы можете получить эту работу, но звонка нет, вы должны позвонить. Это так тупо, но вы должны позвонить. То есть вы должны позвонить и сказать, о, это так классно было у вас на интервью, я так хочу у вас работать, это так классно, спасибо. Спасибо, я все жду звонка, конечно же, не торопитесь, я вас... Короче говоря, сказать, как вы их всех любите и как все классно. Ну и тем самым спросить, а вот вы про меня не забыли, вы не хотите мне, когда уже начнется тренинг, я уже хочу начать работу, бла-бла-бла. Честно скажу, я пытался им дозвониться, но менеджер вечно была занята и, короче, мне это все надоело, я плюнул просто. Ну, я понимаю, здесь так работает, что ты должен сам ходить и выбивать эту работу, ты должен ходить, настаивать, требовать, представлять себя и потом названивать. Вот это очень дурацкая система. Звонить потом после им и спрашивать, ой, а вот вы про меня помните, ой, а вот я вам понравился или нет, и вот хочу работать у вас. И они потом такие, о, да, чувак реально хочет у нас работать. Он аж названивает, аж так классно, надо его взять. У них такая система здесь, здесь так это работает, когда ты именно добиваешься работы. В принципе, тем же самым методом я получил свою первую пиццерию, когда я пришел, он сказал, позвонит, я пришел опять, он говорит, ой, я забыл, я позвоню, я пришел опять. И тогда он уже говорит, ой, прости, я все забываю, забываю, приходи, завтра будешь работать. Так я получил первую пиццу. Поэтому будьте настойчивыми. Когда вы уже прошли первое интервью, будьте настойчивыми. И точно так же мне друг советовал, можно не позвонить, но можно отправить резюме, ну, если отправляли резюме по почте, то можно после интервью отправить письмо по почте о том, как вы благодарны, как вы рады были повидаться с такими замечательными людьми, как вы прекрасно себя чувствовали на собеседовании, и как шикарно было бы работать у них в фирме. Ну, то есть, тем самым вы показываете, что вы очень вежливый, что вы весь такой няшка, такой прям... Ну, и еще одна работа, куда меня не взяли, это куда я сам не хотел. Я, правда, я не хотел туда устраиваться работать, поэтому я себя вел как раздолбай. Но даже как раздолбай себя вел, я им понравился. У-у-у! Я лучше покажу. Короче, вот в этих вот штанах я пошел на интервью. Это просто, конечно, я идиот, но почему я это сделал? Работа называлась «Учитель танцев». Даже если вы не имеете опыта, мы вас научим. Самая классная работа. Так как это работа учителем танцев, то я предполагал, что нужно быть креативным. И когда мне позвонили насчет интервью, мне сказали, пожалуйста, никаких джинсов и никаких кроссовок. Ну, я такой, окей. Но у меня, если не джинсы, то это должны быть какие-то штаны. Вот штаны у меня только такие. Интервью прошло красно. Красно, классно, офигенно. Ну, в общем, я им понравился, все круто. Но эту работу я не захотел. Почему? Потому что я должен был бы преподавать танцы у женщин после 50-60, которые с нуля учат танго, ча-ча-ча. Какие еще танцы бывают? Они мне позвонили. Я им понравился. Я такой, ну, ё-моё. Ну, ладно, надо, работу надо. Поэтому я надел белую рубашку, синюю бабочку, джинсы. Ну, не прям джинсы, джинсы, но такие джинсы. Классно, да, объяснил. И пошел. Могу показать бабочку. Примерно вот так вот я выглядел на втором интервью. Ну, конечно, я был побрит все-таки. И был уложен, был. И столько классно. В принципе, я им тоже понравился на втором интервью. Мне даже сделали комплимент, сказали, что я стильный. Я такой... Ну, я не хотел эту работу, и я особо не выглядел настроенным на эту работу, я бы сказал. Вообще никак, вообще. Поэтому я с радостью оттуда ушел и был счастлив. Все, я ушел. А, ну и вот теперь я хочу рассказать про ту работу, которую в итоге я получил сейчас. У меня знакомый работает в школе, и он мне сказал, что им нужны будут учителя, и он мне поможет устроиться. Я такой... Я уже думал, что все, я вот завтра начну работать. Молодец. Я пришел на первое интервью. Все прошло прекрасно, потому что он уже про меня рассказал, все уже было известно, все у меня утвердили, норм. Я такой... Отлично. Потом меня пригласили на второе интервью через неделю-полторы. Ну, и вы понимаете, да, что все это время я сижу на заднице и ничего не делаю. Была встреча для подписания документов, договор о том, что я буду работать с детьми, потому что это серьезная работа, моя зарплата, мое все, бла-бла-бла, как там, что и как. Окей. Меня отправили делать манту. И меня отправили проверять бэкграунд. Проблема этого бэкграунда в том, что он занимает от трех рабочих дней до десяти рабочих дней. Десять рабочих дней – это две недели. А вы помните, да, что я сижу на заднице, у меня нет ни работы, ничего. И я просто сидел, и я не знал, что мне делать, потому что у меня не было работы и вообще. Ну, в итоге через дней пять мне позвонили, наверное, через... Да, через пять дней. У-ху! И вот здесь – это единственный момент в моей жизни, когда мне понадобился мой диплом. Я бы никогда об этом не подумал, но мне понадобился мой диплом. Боже мой! Мне пришлось здесь идти и менять диплом. Не менять диплом, в коем случае переводить его на английский язык. Поэтому, если вы едете в Америку, переведите диплом в России. Это вам обойдется дешевле, и рано или поздно вам это пригодится. Вы никогда не можете знать, рано или поздно это пригодится. В общем, мне здесь пришлось заплатить 125 долларов за то, чтобы мне перевели диплом. Вот, поэтому говорю, вот эта работа заняла у меня очень долго. Это к тому, что не увольняйтесь с прошлой работы, пока вы не начнете новую. Потому что я был уверен, что я получу школу сразу. И я целый месяц, если не больше, я устраивался на эту работу. На которой я сейчас успешно работаю с детьми. Так классно, так классно! Обожаю детей, обожаю классная работа. Я работаю, правда, всего неделю, но мне очень нравится. Подытожим. Одевайтесь красиво, одевайтесь качественно, все поглажено, чтобы было все опрятненько. Рубашки, костюм прекрасно. Отправляйте резюме куда угодно, везде отправляйте свое резюме. Приходите на интервью. Даже если вы понимаете, что работа не очень, лучше начать где-то, поработать, потом поменять работу. Также ходите во все места, подавайте документы. Будьте готовы к первому, второму интервью. Помните про время. Помните про то, что это занимает очень много времени. Немножко врите о том, что вы очень классный чувак, что у вас есть опыт. Опыт – это самое главное, что они хотят от вас. Чуть-чуть можно соврать. Но это из основного, куда я подавал, и на чем основывался мой опыт, и как это вообще было у меня. Вот. В общем, спасибо за просмотр. Было классно с вами подурачиться и рассказать про то, как я устраивался на работу, как все это было, и вообще, и вообще, и вообще. Прямо. Да. Почему у меня в районе машины так ездят громко? А, ну да, у меня классная прическа, все нормально. Я выпущу хорошо. И-мейл, адрес, адрес, блядь. Все. На сегодня точно все. И спасибо, что вы все еще на моем канале, и что вы смотрите мои видео. Надеюсь, оно было полезным. Комментируйте, спрашивайте, если вам что-то непонятно, что-то неизвестно, что-то нужно разъяснить, рассказать, либо какая-то конкретная тема, которая вас очень сильно интересует. Буду рад ответить на вопросы и снять очередное видео. Пока.